На сегодняшнем большом совещании у главы государства в центре обсуждения были темы, важность которых для нашей экономики и внешней политики переоценить тяжело. Калийный скандал в нашей и зарубежной прессе, он обсуждается уже четвертую неделю, предстоящее учение «Запад-2013», их задачи и цели, начало уже завтра, и подготовка к саммиту глав государств СНГ, Минск его примет 25 октября. И сегодня же Александр Лукашенко высказал позицию по самому резонансному в последнее время калийному делу. Позицию принципиальную Александр Лукашенко ясно дал понять, Беларусь суверенное государство и никому не будет позволено вытирать о нас ноги. Кроме того, калийная отрасль для нашей страны стратегическая, и в данном вопросе Беларусь отстояла свои национальные интересы. Свою активную заинтересованность совместно с беларусами расследовать калийную аферу высказали и россияне. На совещании присутствовал заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев. Россия пострадала от калийной аферы банкрота Керимова значительно больше Беларуси. При всем этом калийный скандал, по словам президента, не должен стать камнем преткновения в беларусско-российских отношениях. Мы будем работать с российской стороной, выясняя все обстоятельства аферы, а при новом собственнике Уралкалия возможно и совместное калийное будущее. Все подробности совещания у Сергея Гусаченко. Одна из тем совещания, посвященного текущим вопросам экономики и внешней политики, ситуация в калийной сфере. Главная мысль, высказанная президентом, проста. Никому и никогда не будет позволено вытирать ноги нашу страну. Беларусского президента избрал беларусский народ. И любые действия и решения главы государства направлены только на одно – защиту национальных интересов. В ситуации с калийным конфликтом оказалось, что действия беларусской власти защищают одновременно две страны – Беларуси, союзную нам Россию. Как выясняется, калийные аферисты во главе с Сулейманом Керимовым нанесли нашему российскому союзнику еще больший урон, чем нашей стране. Именно с этим связаны интересы российских прокуроров и следователей к совместному с беларусскими правоохранителями расследованию калийной аферы. Говорят, что тут Лукашенко хотел продемонстрировать? Я вам отвечу на этот вопрос. Лукашенко хотел продемонстрировать одно – что вытирать ноги о нас никому не позволено и никому не будет позволено. Мы суверенные и независимые государства. Мы никогда не создавали проблем нашим соседям и прежде всего своим братьям-россиянам. Но мы не позволим каким-то отдельным жуликам, будто с запада-востока, вытирать о нас ноги. Вот единственная демонстрация. Я хочу, чтобы меня в этом понимали. Меня избрал белорусский народ не для того, чтобы я выполнял какие-то непонятные представительские функции, а отстаивал его интересы, не нанеся ущерба своим соседям, друзьям и братьям. Что я и делаю. Те, кто рассчитывали, что колейные проблемы подорвут отношения двух государств, жестоко просчитались. Мы сразу исходили и сегодня исходим из того, что никаким жуликам и проходимцам не удастся вбить клин между двумя президентами и двумя народами. Глава государства подчеркивает, для Беларуси важно развитие отношений с историческим союзником и стратегическим партнером Российской Федерации. Экономики стран тесно взаимосвязаны. Товарооборот исчисляется десятками миллиардов долларов. К тому же на евразийском пространстве и в тесной интеграции друг с другом страны сформировали таможенный союз и готовятся к созданию крупнейшего объединения в регионе – Евразийского экономического союза. Сегодня мы вышли на новый уровень интеграции. Мы вместе с Россией и Казахстаном создаем единое экономическое пространство. С начала 2015 года, я уверен, начнет и работу новый экономический союз. И в этом плане уже пройден большой путь. Успешно развивается сотрудничество по ряду ключевых направлений от нефтегазовой до банковской сферы. Яркое свидетельство тому последней визиты в нашу страну, руководителей крупнейших российских компаний. Есть, конечно же, и проблемы. Думаю, сегодня мы не можем обойти стороной ситуацию в калийной отрасли. Возвращаясь к предыстории калийного конфликта, президент напомнил, в 2005-м белорусская сторона пошла навстречу российскому партнеру и была создана совместная с «Уралкалием» с бытовая компанией. Тогда там был другой владелец, и вместе сторонам удалось добиться впечатляющих результатов. Оба предприятия в бюджеты своих государств приносили миллиарды долларов. Если говорить по существу, то я просто напомню, что в 2005 году это было связано лично со мной, поскольку ко мне люди приезжали. Мы пошли навстречу российскому партнеру и создали совместную с «Уралкалием» с бытовую компанию. Там тогда, конечно, был другой владелец, вы помните, и мы вместе добились огромных прорывных результатов. В лучшие годы нам Беларусь-Калий давал почти 3,5 миллиарда валютной выручки в год. Аналогично и «Уралкалию». Даже еще больше, поскольку у них объем продаж через совместную компанию и второй канал был еще выше. Если мы продавали в последнее время, насколько я помню, 45-47 где-то процентов, то из 100 основную долю «Уралкалий» и «Уралокалий Трейдинг» второй их канал швейцарский продавали где-то 55-53-54 процента. Значит, доходность этой компании была еще выше. Я где-то в средствах массовой информации недавно прочитал о том, что «Уралкалий» входил в одну из, в десятку топ-компаний Российской Федерации, особенно после того, как было произошло объединение с «Сильвенитом». Я, конечно, не хочу здесь повторять подробности, о многом уже рассказали средства массовой информации, но разлад этот мы обнаружили уже сразу после того, когда, ну скажу откровенно, поскольку это был посвящен прежним руководителям «Уралкалия» Дмитрием Рыболовливым, у него просто отобрали этот актив, и он был продан по настоянию определенных людей, это уж пусть Российская Федерация выясняет, как это было, если у них есть к этому интерес, он был передан соответствующим новым хозяевам, которые, как было понятно, не собирались заниматься производством и реализацией калийных удобрений, и надо было как-то поиграть на рынке и за счет этой игры получить лишний миллиард долларов в карман. Возникает вопрос, зачем, казалось бы, успешное предприятие «Уралкалии» руководство намеренно вергло в кризис, упала прибыль, котировки акций, капитализация компаний. Для любого производителя самый неприятный сценарий. Оказывается, таким образом жулики во главе с Керимовым пытались избежать банкротства, причем за счет белорусской стороны. За подтасованными отчетными цифрами скрывались огромные долги, колоссальная закредитованность в сочетании с крупными, ничем не оправданными расходами. Фактически Керимов стоял на грани банкротства, но при этом обманывал и международных инвесторов, давая на лондонской бирже ложные сведения о якобы отличном состоянии дел. Напрашивается вывод, что за внешней успешностью хозяев «Уралкалия» скрывались серьезнейшие проблемы. Судя по всему, до определенной поры их удавалось скрывать за счет подтасовки финансовой отчетности. На самом деле, они все больше залезали в долги, брали кредиты. Да и на производстве «Уралкалия» одни проблемы, вы знаете об этом. Нас Россия об этом информировала. Затоплены рудники, проседает город, приходится переселять людей. Концы с концами у жуликов явно не сходились. Есть информация о том, что у них в минусе 12 миллиардов долларов, а в плюсе всего 2. Если это так, то получается, что и информация, которую они по всему миру распространяли, липовая. Тем более, это публичная компания «Уралкалия», которая котируется, я так понимаю, на лондонской бирже, так? На лондонской, московской бирже. А распространение липовой отчетности и информации подобной компании – это уже международное мошенничество. Я прошу обратить на это прежде всего внимание. По любым законам, что нашим, что российским или западным, это уголовное преступление. Как пример я могу привести случай в Соединенных Штатах, совсем недавно разбирались с энергетическим гигантом «Энрон». Какой был грандиозный скандал. Дела шли плохо, делали вид, что все в порядке. В результате обманули инвесторов на колоссальные суммы. Так и хозяев «Уралкалия» скрывать свои проблемы становилось все труднее. И, похоже, эти биржевые махинаторы хотели решить их за счет «Беларуськалия». Прихватить белорусское предприятие, повысить капитализацию своих активов и разом решить все проблемы. Вы помните этот случай, когда нам предлагали за полцены продать, приличные взятки предлагали. Мы очень жестко поступили в этой ситуации и от этой практики отказались. Тогда взяли и обвалили рынок. ЦИТСа та же, поставить «Беларуськалий» на колени, приобрести подешевки акции «Уралкалия», увеличив свой пакет. Я говорю о хозяевах и главном хозяине этой компании. И вообще для них скандал был как домовая завеса в этой ситуации. Выхода иного не было. Потому что рано или поздно, я обратил ваше внимание, на лондонскую биржу. Они ведь не только потребуют от них отчета, но и проверят, что происходит на предприятии. А предприятие банкрот, и пусть кто-то опровергнет сегодняшнее мое высказывание. Более того, я поручил соответствующим органам связаться с лондонской биржей, с московской, где происходят эти котировки, для того, чтобы предупредить их о том, что происходит, чтобы мы потом не оказались крайними. Будут они проверять или не будут, это уж их дело. Но мне кажется, что лондонская биржа, получив подобную информацию, ахнет вообще. Поэтому эта домовая завеса нужна была для обвала рынка, чтобы скрыть свои проблемы, которые на самом деле возникли задолго до того. Может, в этом и был главный замысел аферы. Что это афера, я нисколько не сомневаюсь. Средства массовой информации России, мы об этом тоже писали, о том, что до того, как обвалить рынок, они ровно на 100 миллионов долларов зафиксировали все свои, застраховали все свои деяния. Так было. Значит, готовились. Заранее продали на более-менее высокой волне, цене акций, некоторые акционеры свои акции. Буквально за три дня до совершенного им обвала. И в этом тоже вопрос. Зачем и почему. Очень серьезное желание разобраться в калийных аферах Керимова есть у России. Незаконной деятельностью бывших топ-менеджеров белорусской калийной компании заинтересовалась счетная палата. Российские аудиторы предложили белорусским коллегам выслать им все материалы проверки БКК для тщательного изучения. С просьбой о сотрудничестве по калийному делу к белорусским правоохранителям обратилась и Генеральная прокуратура России. Показательно, что помимо представителей руководящих органов нашей страны, на совещании также присутствовал и заместитель Генерального прокурора России Александр Звягинцев. Президент поручил передать российской стороне все необходимые, в том числе следственные материалы. С этим наши контролеры и правоохранительные органы вместе с россиянами должны разобраться. Реальные концы всей этой темной истории можно найти в России. Поэтому надо передать им все материалы, которые они у нас просят, следственные в том числе, которые должны стать основой для проверки проведения аудита, в том числе с счетной палатой России. Насколько я знаю, они также обратились в комитет госконтроля, чтобы мы передали соответствующие материалы и вместе провели этот аудит. Я поручаю вам, Александр Серафимович, связаться с российской стороной и вместе с ними в тесном контакте, ничего не скрывая, вместе работать. От этого эффект будет соответствующий. Вы знаете, что и Генеральная прокуратура России обратилась к нам с просьбой о сотрудничестве в расследовании колейного дела. То же самое. Ни в коем случае, Александр Владимирович, ничего не скрывать. Александр Григорьевич Звягинцев здесь присутствует. Заместитель руководителя Генерального прокурора Российской Федерации. Все, что попросят, все должно быть передано нашим коллегам в Российской Федерации. Нам тоже скрывать нечего. Более того, и вы, и я прекрасно знаем, что эти жулье уже поперек горла стоят не только у нас, у нас еще ладно, но в Российской Федерации у правоохранительных органов еще больше. Поэтому та информация, которую мы передадим и будем вместе с ними работать, это будет только на пользу нашему общему делу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова